Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июля и по освещенности, по видео вы можете подумать, что я снимаю вечером. Нет, у нас наступил такой период холодной, сырой, дождливой погоды. Я сегодня первый день перед выходом в огород одела шерстяные носки. Это значит очень холодно. Температура ночью 14-15, сейчас вот 18 градусов. Вы понимаете, что когда зимой у нас 15 градусов, мы пытаемся включить обогреватель. Здесь ничего не включишь, тут у нас холодно. И все, многие регионы у нас сейчас в такой же ситуации. Холодно, сыро, томаты не зреют. Не поговорить об этом невозможно. Сейчас будем говорить на такую тему, не очень приятную, но важную. Вот сейчас я даже выписала вопрос. Один из таких вопросов, я все, конечно, не буду зачитывать. Татьяна Ануфриева вчера написала, дожди, зеленых томатов очень много. Снимать их или нет? Что бы вы сделали? Ну вот нужно рассмотреть эту ситуацию намного подробнее, потому что ведь разные бывают. Мы привыкли, что обычно называем томаты или они зеленые, они спелые, или они спелые. Но между этими двумя состояниями, вот зеленые и спелые, есть еще промежуточные две фазы. То есть томаты у нас могут быть совсем зеленые. Я их называю лягушата, когда они вот такие твердые, как пробка вот вообще. Потом есть стадия молочной зрелости, когда из зеленых лягушат, они немного-немного как светлеют, но еще не приобретают свой характерный этот цвет. Но если они начали светлеть, это значит, что они уже размер свой приобрели, больше они не вырастут и скоро начнут спеть. Это как предспелость. Потом идет фаза меланжевой зрелости. Обычно мы их называем бурые, когда начинают полоски вот такие, если красный томат, он начинает красное, зеленое, красное, зеленое. И вот такие вот полосатики, фаза меланжевой зрелости, например, они уже их зелеными нельзя назвать. Ну и последняя фаза, это спелые. И вот в каждой этой фазе, мы по каждой этой фазе должны рассматривать все отдельно. В прошлом году я даже показывала вам, как они выглядят. Нынче не буду лазить по мокрым кустам. Я постараюсь найти видео прошлогоднее, ссылку в описании к этому видео выставлю. Но я сейчас на словах объясню, и вы все, у кого есть томаты, все поймете, что смотрите, зеленые, конечно, лучше не снимать. Если у вас еще нет фитофторы, пусть даже холодно, пусть даже сыра, пусть они лежат. Потому что вы все знаете, что если мы снимем зеленые, они, конечно, возможно, покраснеют, но у них не будет характерного вкуса, не будет аромата. То есть, как мы выражаемся, они будут трава травой. Вот фаза молочной зрелости, когда они уже не ярко-зеленые, а такие, как делаются, светлые, видно, вот-вот уже начнут краснеть. Вот в этой фазе можно снимать. И тут в зависимости от сорта некоторые томаты вызревают и даже не теряют своих вкусовых качеств. А некоторые томаты вызревают хорошо, но сладость и вкус все-таки теряют. То есть, они будут не такие, как те, которые вызреют на кустах. Ну и фаза меланжевой зрелости тут не только можно снимать, даже нужно снимать, и специалисты даже рекомендуют их снимать, чтобы не задерживать развитие других, ну, следующих ярусов. Потому что, возможно, там еще какие-то у вас завяжутся. Все, мы рассмотрели четыре фазы. Казалось бы, и все, но это еще не все. Зависит от сорта. Смотрите, если томат крупноплодный, вот такой, как бы сочный, которые мясистые, то их зелеными вообще не рекомендуется снимать, потому что они плохо хранятся на дозаривании. Вот положите вы их, ну, например, положим, я сколько раз укладывала. Вот пока он начинает созревать, у него или у плодоножки какая-нибудь трещинка загниет, обычно они или начинают течь. Ну, вот крупноплодные томаты почему-то хранятся все равно хуже, но мы знаем почему. Потому что они здоровые, потому что они сочные. А мелкоплодные в любой фазе, в какой бы мы ни сняли, они хранятся лучше. Особенно хорошо хранятся те сорта, которые предназначены для консервирования. Потому что, если взять разницу крупноплодных, вот этих салатовых, у них же тоненькая шкурка, и вот для хранения, для транспортировки они не предназначены. И везде в инструкциях написано, что долго не хранятся, не перевозятся. А вот эти мелкоплодные для консервирования, у них такая прочная шкурка, за счет которой при консервировании форма томата держится. Она же нам помогает и при дозаривании, и при хранении. Так что, если вы сорвете их даже зелеными, они прекрасно вызревают, они не вытекают, потому что у них, у консервных сортов, повышенное содержание сухих веществ. И хранятся они прекрасно, даже хоть в молочной зрелости, хоть совсем зеленые, как лягушата. Вот в прошлом году у меня есть видео, кому не лень поискать, поищите. Я осенние видео показывала, прекрасно сохранились в зеленом виде снятые казаново, оранжевые сливки, банан оранжевый, банан красный. Видите, какие они все? Или пальчиковые, или сливовидные. Вот эти томаты хорошо хранятся, но это еще не все. При вопросе, нужно ли снимать, можно ли снимать, нужно учитывать, для каких целей вы будете снимать эти томаты. Если для консервирования можно и зеленые, можно и молочные зрелости, можно и любые. Они при консервации, при вот этой переработке, вы можете, даже если они будут не сладкие, как я говорю, что вкус трава, вы можете всегда сами улучшить вкус, вот добавками с сахаром, всякими пряностями, вот этими. И они, захотите их сладкие, сделайте их, будут они в баночке сладкие. Но если вы хотите использовать для салата, для употребления в свежем виде, то зеленые томаты, конечно, лучше не снимать. Но опять же, если есть возможность, пусть они еще повисят, вдруг еще будет солнце, если томаты не совсем больные. Вот если подвести итог, то я бы вот посоветовала, совсем зеленые лучше не снимать, вот которые как лягушата дубовые такие. А если снимать, то использовать для переработки, все-таки вкус они теряют. Крупноплодные, раньше меланжевые зрелости, когда они вот уже начинают чуть-чуть, тоже желательно не снимать, они долго не хранятся. И зачастую, сняв вот этот крупноплодный томат, ожидая, что он поспеет, он скорее сгниет, чем созреет. И, возможно, на кустике он повисел бы дольше, и хотя бы до обурости, до меланжевой зрелости хотя бы дозрел. Потом, и еще один момент, что если вы снимаете вот эти молочную зрелость, меланжевую зрелость, любую, там совсем зеленые, если вы хотите ускорить, то нужно укладывать в теплое, светлое место. Обычно мы используем всегда подоконник, это уже испокон веку повелось. А если мы хотим затормозить созревание, ведь бывают и такие же ситуации, не всегда же нам охота, чтобы томаты поспели скорее их скушать. Иногда такое количество, что спелых уже достаточно, а зеленые или в молочной зрелости еще очень много. И мы хотим раскинуть вот это вот употребление томатов. Если мы хотим затормозить, то нужно укладывать в холодное, темное помещение. Идеально это вот подвал и погреба. У меня подвал в прошлом году, вот эти томаты, про которые я говорила, оранжевые, сливки, казанова, долежали до Нового года. Хотя это сорта не предназначены для зимнего хранения. Просто там хорошие условия, там холодно, прохладно, 10-7 градусов. Это идеальный температурный режим. Ну все, я на этом заканчиваю эту тему. Как видите, даже любая самая маленькая-маленькая вот эта тема в огороде, коснись ее, у нее столько граней, столько сторон. И для каких целей хотите снимать? Хотите быстро или медленно у вас дозорились? Хотите консервировать или употреблять в свежем виде? Перед тем, как снимать томаты недозрелые, вы подумайте. Все это обдумайте, стоит вам снимать или нет. Но естественно, если началась с фитофтора, тут уже раздумывать нечего. Снимать нужно, нужно укладывать. Как укладывать, как хранить, как снимать, это отдельная тема. Я не хочу это видео удлинять. Я хотела ответить просто на такой короткий, маленький вопрос Татьяны Ануфриевой. Но я думаю, новичкам это пригодится. Про хранение, про все. Все, до свидания. Даже в шерстяных носках мне не очень жарко. Вот такое у нас лето, июль.